МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представителям руководства радикальной исламистской группировки ХАМАС переданы израильские предложения по прекращению огня в секторе ГАЗа. Страны Большой Семерки и Европейского Союза обсуждают возможность введения ограничений против банков, которые используют российский аналог системы SWIFT. Также сегодня. Он родился в Австро-Венгерской империи, он еврей, он писал по-немецки, и он остаток своей жизни прожил гражданином независимого чехословацкого государства. Вот эти все перипетии, они невероятно актуальны для европейского 20 века, и они в Кавке сконцентрированы. Ровно сто лет назад умер писатель Франц Кавка. На фоне продолжающихся российских обстрелов украинских регионов, жертвами которых становятся мирные жители, планомерного уничтожения российской армии энергетической инфраструктуры Украины и тяжелых боев в Донбассе и в Харьковской области, президент Украины Владимир Зеленский совершает турне по странам Юго-Восточной Азии, в ходе которого он пытается убедить руководство этих стран принять участие в конференции по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Украине. Она откроется в Швейцарии уже 15 июня. В одном из своих выступлений в Сингапуре Зеленский выразил разочарование в связи с тем, что Китай, похоже, не собирается присылать в Швейцарию свою делегацию. Что касается Китая, то они не подтвердили свое присутствие на каком-либо уровне. Россия, еще раз хочу сказать, используя влияние Китая на страны региона, используя китайских дипломатов, делают все, чтобы сорвать саммит мира. Жаль, что такая великая, независимая, могущественная страна, как Китай, является инструментом в руках Путина. Довольно очевидно, что успех саммита мира будет во многом определяться уровнем представительства на этом форуме. Уже известно, что от участия в саммите отказалась Саудовская Аравия. Американские СМИ пишут, что в Швейцарию, скорее всего, не приедет президент США Джо Байден, хотя Владимир Зеленский явно рассчитывал, что Байден на саммите все-таки появится. Но вернемся к Китаю. Насколько его отсутствие скажется на работе мирной конференции по Украине? Вот мнение по этому поводу политолога, соучредителя национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции» Олега Саакяна. Во-первых, статистический интерес Китая в том, чтобы не было не победивших, не проигравших в Российско-Украинской войне, так как она затянулась во времени. Для Китая оба варианта несут риски, поэтому Китай не заинтересован в том, чтобы саммит мира стал эффективным инструментом для поиска модальностей по завершению Российско-Украинской войны. Это альтернатива фактически интересам Китая. А во-вторых, Китай является партнером России. И взаимоотношения их все-таки партнерские. Это еще не вассальная зависимость, хотя и стремится туда. Китай старший партнер, Россия младший. У России также есть ряд позиций, в которых заинтересован Китай, начиная от Арктики, заканчивая стабильной границей, открытой. Сколько в случае военных действий вокруг Тайваня, например, Китая, у него добросетских отношений практически ни с кем и соседей нет. И, соответственно, окажется в полуокружении, начиная от Японии, заканчивая Индией. Соответственно, им необходима эта стабильная граница, китайско-монгольско-российская, китайско-российская. И Китай на это рассчитывает. Поэтому, конечно, здесь Китай, с одной стороны, подыгрывает Россию, с другой стороны, и формат саммита мира, он не соответствует китайскому представлению об российско-украинской войне. Они исповедуют альтернативный нарратив. Саммит мира — это продукт подхода об агрессоре и жертве. Ведь мы впервые смотрим интервью мира войны, видим действительно войну, в которой есть черное и белое. Россия нарушила все, что обещала даже сама. А Китай говорит, нет. Это такой же конфликт, как и множество других. Конфликт-спор, в котором где-то надо подговориться посередине, где обе стороны имеют свое легитимное право быть за столом. И это два конфликтующих и абсолютно диаметрально противоположных подхода. В данном случае, мне кажется, что заполучение Индии является куда более значимым с точки зрения репрезентативности, как любят говорить в Кремле, глобального большинства. Вот мы если посмотрим на Индию, то куда уж глобальнее, и куда уж больше большинство стран, даже по населению больше, нежели Китай. И, соответственно, здесь с точки зрения обеспечения легитимности это важнее. А для Китая и Индии на одной площадке могло бы быть очень тесно. И, соответственно, китайская нерепрезентативность на сейчас, она менее угрожающая. Ведь план Китая и их подход, он является заведомо уже более маргинальным. И тем более при наличии формулы мира. И на первый саммит выносятся три очень вегетарианских с точки зрения завершения российско-украинской войны вопроса, который не влияет на само завершение. То есть, которые могут быть легко положены на стол в России, которые могут объединить и большее количество стран. Они связаны с течением российско-украинской войны, с негативными прецедентами для мира. Как-то ядерная безопасность. Завтра на месте запорожской атомной станции может быть, например, армянская электростанция. У Армении тоже соседи вокруг милитаризированы. Либо где-то на африканском континенте, где развивается атомная энергетика, либо в Азии. Судоходство. Мы уже увидели прецедент с Черного моря, как он перекочел в Красное море. И мы узнали, кто такие еменские хуситы. А сейчас снова начинаем искать на карте Сомали. Есть Южно-Китайское море. Китайско-Филиппинские отношения в последнее время тоже обостряются. Там три триллиона долларов торговли через него проходят. И куча территориальных претензий. Все это негативный прецедент, о который мир хотел бы остановить. Сейчас позиция Китая выглядит недостаточно уверенно. И альтернативные любые планы не будут выглядеть внятны. Это был украинский политолог Олег Саакян. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Время свободы. Помощник премьер-министра Израиля Бенемина Нетаньяхо Офер Фальк подтвердил в воскресенье, что Израиль согласился с положениями плана прекращения боевых действий в секторе газа, который предложил президент США Джо Байден. Одновременно Фальк назвал этот план несовершенным и требующим значительной доработки. Две крайне правых партии из правительственной коалиции в Израиле уже пригрозили, что покинут правительство в знак протеста против любой сделки, которая, по их мнению, будет недостаточно жесткой в отношении исламистской группировки «Хамас», признанной в США и Европейском Союзе террористической организацией. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканала ABC отметил, что план Байдена, переданный представителем «Хамас», основан именно на предложениях Израиля. Это израильское предложение, выработанное после активных консультаций с нашими советниками по национальной безопасности и сотрудниками государственного департамента. Это предложение, израильское предложение, было передано «Хамас» в четверг по местному времени. Мы ждем официального ответа от «Хамас». Мы знаем, что его представители приветствовали этот план. Как мы надеемся сейчас, что договорятся как можно скорее начать первый этап выполнения соглашения. Этот этап включает в себя освобождение части заложников, пожилых людей, больных, женщин в течение шести недель, а также прекращение огня и допуска большего количества гуманитарной помощи. И в это время стороны будут договариваться о том, что будет представлять собой второй этап и когда он сможет начаться. Мы рассчитываем, что если «Хамас» согласится с этим планом, то Израиль тоже будет его выполнять. Пока мы ожидаем только согласия на первый этап сделки, который позволит начать освобождение заложников и доставку гуманитарной помощи. Это около 600 грузовиков. И только потом стороны смогут обсуждать второй этап. Мы не говорим, что «Хамас» стерт с лица земли. Мы не говорим, что у них не осталось никакой военной мощи, что они уже не представляют ощутимую грузу для Израиля. Конечно, это не так. Но повторить атаку 7 октября они не в состоянии. Так что если говорить только с военной точки зрения, то, как сказал президент Байден, основные задачи военной операции в Газе Израиль уже решил. Это был координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби к моменту записи этого выпуска «Времени свободы». Об официальной реакции «Хамас» на план по прекращению боевых действий в Газе еще не было известно. Ну и очевидно, что в ближайшие дни станет понятно, приведут ли переговоры по прекращению огня в Газе к политическому кризису в самом Израиле. Так что к этой теме в ближайшие дни мы будем еще не раз возвращаться. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 3 июня. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Ну и вернусь теперь к одной из главных тем в мире последних дней. Я имею в виду, конечно, обвинительный вердикт присяжных, вынесенный по уголовному делу против бывшего президента США Дональда Трампа, который был виноват в России и сейчас стремится вернуться в Белый дом. Политолог, профессор университета в штате Теннесси Андрей Коробков считает, что у Трампа есть возможность повернуть ситуацию в свою пользу. Вопрос, который проходил недавно, это опрос, организованный общественным телевидением и радио и колледжем Марис, показал, что 76% независимых, что вообще поразительно, заявили о том, что их мнение о кандидатах не изменится при признании Трампа виновным. И, по сути дела, вот оставшаяся четверть разделилась практически поровну. То есть и тут не ожидается никакого сдвига. А борьба сейчас идет именно по двум линиям. Первое – за голоса независимых центристов. И второе – за голоса избирателей конкретно в шести-восьми колеблющихся штатах. Поэтому надо будет смотреть реакцию электората именно по этим двум линиям. Как реально, не в предыдущих опросах, а как реально после судебного вердикта поведут себя независимые, и как будет сдвигаться общественное мнение в Мичигане, Висконсине, Пенсильвании, Аризоне, Неваде, Северной Каролине, Джорджии. Вот в этих штатах, которые реально решат исход этих выборов. Я думаю, что республиканцы действительно получили козырь. А что касается других стран, прежде всего Россия, ну, естественно, надо объяснять людям разницу. И реальность разделения властей в Соединенных Штатах, и вообще в эффективности американской политической системы. Но, да, это козырь, который получили как трамписты и республиканцы в целом, так и, ну, можно сказать, авторитарные режимы по всему миру. Поэтому это никуда не уйдет. А демократам надо еще раз, конечно, задуматься, поскольку, в общем-то, очевидно, что проблема не в программе, не в политике последних лет, а в фигуре президента Байдена и вице-президента. И все еще есть время принять какие-то серьезные решения, которые могут изменить ситуацию. Ну, мы уже знаем, наблюдаем это многие годы, что Трамп действительно мастер популистской политики. Он воспользовался тем, что эмиграция стала основной темой для избирателей, кстати, впервые вообще за более чем сто лет. И он эту карту очень эффективно разыграл, а вот неспособность Байдена предложить какие-то решения, его попытки маневрировать между различными группами демократической партии, между ультралевыми прежде всего, и центром дало Трампу дополнительные козыри, поскольку вот и Байден не предложил какой-то серьезной эмиграционной реформы. И республиканцы эффективно заблокировали даже те попытки внесения каких-то изменений, которые администрация предпринимала вот в последние месяцы в эмиграционной сфере. Поэтому тут комбинация демагогии эффективной, эффективных мер в Конгрессе саботирующих и отсутствие каких-то серьезных шагов со стороны администрации, ее попытки маневрировать и угодить всем, как и в случае, скажем, конфликта в Израиле привели к тому, что Трамп набирает очки, а администрация их теряет, хотя могла бы здесь наоборот выступить в качестве инициатора каких-то серьезных политических изменений. Это было мнение политолога, профессора университета в штате Теннесси Андрея Коробкова, фрагмент его интервью «Голосу Америки». Вы слушаете время свободы. Агентство Bloomberg сообщило, что страны Большой Семерки и Европейского Союза обсуждают возможность введения санкций против банков, которые используют СПФС – это система передачи финансовых сообщений Банка России, российский аналог Международной межбанковской системы обмена информацией и денежных платежей SWIFT. За комментариями я обратился к экономическому обозревателю Радио Свобода Максиму Бланту. Насколько реально, что санкции, о которых сейчас пишут, для банков, которые используют российский аналог SWIFT, будут введены? И насколько действенной может быть такая мера? Я думаю, что это вполне реальная перспектива. И последние годы, как минимум, американские и европейские финансовые власти являются такие догонялки. В казаки-разбойники с российскими регуляторами и с российскими властями одни ищут дырки в законодательстве. И возможности осуществлять финансовую деятельность на мировом рынке. Другие пытаются эти дырки заткнуть. Ну вот, собственно, еще очередной раунд. Коснется это, судя по сообщениям прессы, некоторых китайских банков, потом Беларусь, Армения, Паджикистан и так далее. Financial Times утверждает, что в ходе последнего визита Путина Си Цзиньпин с Путиным договорились о том, что китайцы выделят один-два банка, которые не жалко, которые не будут вести деятельность на мировом рынке и подключены к мировой финансовой системе, а будут обслуживать исключительно российско-китайскую торговлю. Собственно, такой путь, я думаю, единственная более-менее надежная возможность, которая существует. Другое дело, что тоже временное решение, поскольку эти банки, которые не жалко, тоже попадут в сферу внимания американских и европейских властей. И, соответственно, рано или поздно те, скажем так, не попавшие под санкции китайские банки, которые с ними будут уже иметь отношения, тоже будут рисковать. А вот этот российский аналог SWIFT, он создавался уже после начала войны. Ну, они же начали всю эту историю еще до войны. То есть санкции-то начались в отношении России не в 2022 году, а в 2014. И, соответственно, постоянно была угроза того, что эти санкции будут расширяться. И разговоры о том, что Россию могут отключить от SWIFT, начались задолго до вот этой фазы войны. Соответственно, и Центральный банк тоже усилия прилагал задолго до 2022 года. Через неделю Райфайзенбанк прекратит переводы в долларах из России. Это звенья одной цепи? Это тоже все связывают с возросшим давлением со стороны американского регулятора уже в отношении не российской дочки, а в отношении австрийской материнской компании. Ну и американские банки. И, собственно, Райфайзен в своем сообщении указал на то, что это не их инициатива, а это инициатива американских банков-корреспондентов, которые отказываются обслуживать вот такого рода платежи. Соответственно, был вопрос времени, когда прекратятся и переводы в евро тоже. Потому что Европейский Центральный банк тоже активно давит на Райфайзена, чтобы тот поскорее собирал чемоданы и сворачивал свою деятельность в России. Я ни в коем случае не специалист, но, насколько я слышал, вот эти вот переводы, если они осуществлялись, то курс был какой-то страшно невыгодный. Вообще, насколько велик был объем, по вашим оценкам, этих переводов? Насколько это серьезная мера для банка? Ну, я хочу сказать, что переводы через Райфайзен был, пожалуй, единственный легальный способ вывести свои деньги за границу, например, для тех, кто продает квартиры в России. Ну, вот просто по-другому никак. Можно через криптовалюты как-то было попытаться через армянские банки, но это было, во-первых, больше звеньев, меньше надежности на комиссиях. Люди теряли еще больше на обменных курсах. Вот, поэтому, да, безусловно, Райфайзен пользовался своим монопольным положением. И курс устанавливал тот, который не очень приятный был, и комиссии брал. Но на безрыбе, как говорится, выбирать не приходится. Люди, которые озаботились выводом денег из России, вот только так. По крайней мере, в Европу, да, ну, понятно, что куда-нибудь в Тбилиси или в Казахстан можно было вывести деньги по-другому через там местные банки. Но в Европу вывести только через Райфайзен можно было. Ну, и сейчас можно. Комментарий экономического обозревателя свободы Максима Бланта. Ну, и последняя тема. Сегодня исполнилось ровно сто лет со дня смерти Франца Кавки. Одной из ключевых фигур литературы 20-го столетия. Думаю, самые известные его произведения, романы «Замок» и «Процесс» или «Повесть превращения» знают все. Правда, конечно, не все их читали. Кавка считается сложным и мрачным писателем. Одна из самых популярных в России литературных шуток. Ее автор Вагрик Бахчинян. Мы рождены, чтобы Кавку сделать былью. Это ведь тоже о Франце Кавке. В архиве «Радио Свобода» есть программа десятилетней давности, в которой творчество Францы Кавки обсуждали мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов и историко-писатель Кирилл Кобрин. Фрагментом этой программы я и завершу сегодняшний выпуск «Времени свободы». Вот писатель, которого вряд ли можно назвать очень легким для восприятия, таким массовым ни в коем случае. Тем не менее, его имя получило массовую известность. Его имя что-то значит для каждого маломальски образованного человека и употребляется, склоняется, так сказать, по-разному в разных значениях, в разных словосочетаниях тоже довольно часто. То есть, когда в обычном разговоре кто-то говорит «Ну, это просто Кавка», сразу ясно, что он имеет в виду. Нечто абсурдное, нечто странное, нечто, как правило, страшноватое. Насколько это имеет отношение к непосредственно творчеству Франца Кавки? Ну, вот об этом и поговорим. Ну, вот первый мой вопрос. А почему Кавка? Почему он вошел в достаточно массовое европейское и русское сознание? Что случилось? Ведь писатель-то, еще раз повторю, не самый простой для восприятия и не самый, что называется, ну, нерассчитанный на массовость. Во-первых, я бы сказал, что как раз русское сознание и особенно русская литература, советская и постсоветская литература, знают Кавку понаслышке. И отношение Кавки, во-первых, в разных культурах разное. В русской культуре это, ну, как бы мы живем среди Кавки, и поэтому мы поминаем его каждый день, в общем-то не читая его. Я не уверен, что Кавку много читают, Кавку много поминают. А уж на русской литературе, за исключение некоторых, так сказать, случаев, это вообще сказалось, мне кажется, очень мало, к сожалению. Что касается европейского сознания, то здесь несколько чисто исторических и политических причин. Прежде всего, Кавку считают и отчасти справедливой, но только отчасти чуть ли не главным экспертом среди авторов XX века в вопросах власти. В вопросах психологии власти, в вопросах механизма функционирования власти, причем неважно какой. Не идеологической, не даже там тоталитарной, нетоталитарной и так далее. Просто вот власть, да, вот берем власть как некий универсальный принцип. И он действительно гениально понимал логику власти. Второе обстоятельство, это, конечно, то, что судьба Кавки очень в каком-то смысле типическая для европейского XX века. Он родился в империи, в Австро-Венгерской империи. Он еврей, он писал по-немецки, он остаток своей довольно короткой, к сожалению, жизни прожил уже, будучи гражданином независимого чехословацкого государства. И вот эти все перипетии и связанные с этим, безусловно, вопросы идентичности, да, они невероятно актуальны для европейского XX века, и они в Кавке все, ну, скажем так, сконцентрированы совершенно. И в-третьих, это, конечно, универсальный характер того, что он писал. Подставьте в эту формулу «мы рождены, чтобы труста сделать былью», или «мы рождены, чтобы Джойса сделать былью». При том, что это великие оба писатели, но они очень тесно связаны с контекстом, да, их произведения, они очень сложно воспринимать, не зная, скажем, предвоенного французского контекста, парижского, да, и так далее, или не зная многих перипетий, связанных с Ирландией, с Дублином, с историей, там, не знаю, английской литературы, ирландской и так далее. А в этом смысле Кавка абсолютно универсален. Я думаю, что он как раз ускользает от всевозможных спекуляций этнических, религиозных и так далее, которых много, на самом деле, именно благодаря своей универсальности. А универсальность его, по моей версии, как раз и исходит из того, что он работал с логикой. А логика по определению универсальна. Чего, на ваш взгляд, больше в этих фантазиях Кавки? Это личные какие-то переживания, фрустрации, или это всё-таки, как, насколько я понимаю, более привычный такой мейнстримный взгляд, что это такой своеобразно осмысленный всё-таки общественный опыт, парадоксально, абсурдистски осмысленный, и тем не менее. Кавка социален или асоциален? Я не специалист в страховании, но, говорят, он был чуть ли не пионером страхования рабочих в Северной Чехии, в Северной такой сюжет, он работал с предприятиями, которые принадлежали одному из самых богатых людей Австро-Венгрии, Витгенштейну, который был, как известно, отцом философа. Витгенштейн, вот как интересно всё сходится. Так вот, я думаю, что весь корпус его текстов производит очень странное и невероятное впечатление. Это такая, знаете ли, работающая сама на себе самозаводящаяся машина письма, которая выдаёт определённые цепочки образов, и прежде всего даже не образов, а логических рассуждений и логических построений, которые, в общем-то, делаются безотносительно того, ну, на каком материале. Ну, давайте там придумаем, что Грегор Замса проснулся, превратившись в жука. А давайте точкой отправной будет то, что Йозеф и Ка в чём-то несправедливо или справедливо обвинили. Или давайте будем исходить из точки, что рабочий такой-то, такой-то, я не знаю, ему оторвало палец при несчастном случае и прочее. Тут важно само рассуждение, важна сама логика. Ход даже не мысли, а именно логический и лексический, если угодно, ход того, что там происходит. Как это связано с психологией, жизнью самого Кавки и так далее. Вы знаете, это довольно старомодное представление, что есть некая психологическая жизнь писателя, а вот есть его великие произведения, которые никак не связаны или, наоборот, сильно связаны с тем, что он ест, пьёт, кого любит и что он делает. Кавка – это не то, что о нём вообще обычно думают. Это красавец, высокого роста человек, вегетарианец, физкультурник. Но очень худой при этом. Очень худой, но туберкулёза, знаете ли, не обманешь. А в каком-то смысле очень светский, вежливый человек. Другое дело, что он последовательно превращал социальные, очень интересные, национальные, политические, идеологические, сексуальные обстоятельства жизни своей, места, где он жил, своего социального окружения, видя в них какую-то одну универсальную точку объяснения. И этой универсальной точкой или этим универсальным подходом объяснения был, конечно, вопрос власти, с моей точки зрения. Что бы он ни писал, это вообще о власти. Но о власти, которая манифестируется совершенно разным образом. Это может быть юридическая власть, это может быть власть отца, это может быть, я не знаю, что угодно. Это может быть, в конце концов, власть искусства, как в моем любимом тексте Кавки, певица Жозефина Ильбышина Народ, который я постоянно вспоминаю, глядя на какого-нибудь Кобзона. Правда, правда. Вот он здесь. И говорить о том, что это связано как-то с его жизнью или не связано, но да, потому что это и есть его жизнь. И еще одно маленькое обстоятельство. Он не профессиональный писатель. Это очень важно. Никто из гениев модернизма XX века, из классической тройки, Пруст, Кавка и Джойс, они были писателями-любителями. Светский дилетант Пруст, просто изгнанник, и бог знает, кто Джойс, и просто страховой агент, который писал ночами для собственного удовольствия, точнее, неудовольствия, Кавка. И вот это тоже очень важно. Это непрофессиональная деятельность, где человек выставляет некую дистанцию между своей личной жизнью и билетристикой, которую он сочиняет. Здесь совершенно другое. Здесь жизнь и письмо – это одно и то же. И здесь невозможно разделять. Творчество Франца Кавки обсуждали обозреватель радио «Свобода» Ярослав Шимов и историк и писатель Кирилл Кобрин. Напомню, это архивная запись 2014 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. А у меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова